Добрый день, дорогие телезрители, радиослушатели. В эфире сегодня программа «Якутск. Сегодня». У микрофона Розалия Ксенофонтова. И мы говорим сегодня о личном финансовом плане. Гость студии Светлана Платонова, волонтер финансового просвещения, квалифицированный инвестор, наш постоянный спикер, эксперт, консультант по личному планированию, налоговым вычетам. Уже не первый год, а в рамках проекта онлайн-школы финансовой грамотности, нашей смарт-библиотеки и вообще всей централизованной библиотечной системы города Якутска. Светлана, здравствуйте. Добрый день, все слушатели, зрители нашей передачи. Очень рада сегодня прийти и сказать что-нибудь полезное для вас. Сегодня мы говорим о личном финансовом плане и будем разбирать, с чего мы можем вообще начать планировать свой бюджет, доходы, расходы, как прийти к тому, чтобы начать первые шаги к накоплению, к инвестированию и вообще закрытием кредитов. И первое вообще, с чего хотелось бы начать, это почему нам так сложно бывает уследить за своими расходами и что такое вообще финансовые привычки? Ну, на самом деле, вроде бы, это простой вопрос. И в то же время он сложный. Ну, что такое привычка? Ну, это наша модель поведения определенных ситуаций. Сформированная годами нашим жизненным. Либо годами, либо, как сейчас обычно любят говорить, что если вы 21 день будете делать какие-то одинаковые вещи, это превратится у вас в привычку. Ну, примерно то же самое. Но разница только в том, что это наша модель поведения с нашими деньгами. Тогда, когда мы делаем какие-то либо расходы, либо когда получаем какие-то доходы. И вот в этот момент у нас проявляются наши финансовые привычки. Они могут быть позитивные, они могут быть негативные. Но нам важно сделать так, чтобы это были, конечно, наши позитивные привычки, которые приводят к тому, что у нас все-таки улучшается наше материальное положение, а не ухудшается. Вот это самое главное, наверное. То есть мы считаем привычки положительными, если мы в плюсе? Ну, конечно, да. Но у нас же есть расходы, которые бывают обязательные. Мы без них никуда. Поэтому нужно просто правильно вести учет доходов, расходов. И если у нас что-то выходит за рамки, то есть мы постоянно находимся, грубо говоря, в минусе, как вы сказали, либо просто выходим в ноль и ничего не остается, значит, надо менять нашу как раз-таки модель поведения, какие-то, менять наши какие-то привычки, возможно, либо искать какой-то дополнительный источник дохода. Но об этом мы сегодня поговорим. Ну вот как начать нам планировать, как начать вести учет расходов? Я знаю, что вы каждый день прямо записываете все свои расходы. Да, это действительно так. Я уже очень много лет этим занимаюсь. Это началось у меня в 2008 году, когда я взяла свой первый ипотечный кредит. Вот тогда я выработала действительно у себя такую полезную привычку, как записывать все мои расходы, даже самые мелкие расходы, ежедневно. Ну, то есть раньше я это делала вручную. Просто у меня была барная книга там, да. Я делала линовку, ручка, и записывала свои доходы, расходы. Это я делала там, пока у меня не появилась возможность там как-то автоматизировать, да. В Excel-таблице, например. В Excel-таблице, например. Но у меня, скажем, до того сформированной привычки, что я до сих пор это делаю как бы вручную. Мне это так удобно. И просто сам по себе факт того, что вы записали свои расходы, он вам на самом деле ничего не дает, кроме информации. Нужен анализ. Когда вы анализы сделаете, вы конкретно увидите, где у вас находятся так называемые финансовые дыры. Я тоже несколько лет вроде бы это все записывала, записывала. И что? Констатация факта. Ну, я потратила. Ну, и что? Ну, купила и купила. Ну, купила и купила. Это как-то мне не давало ничего, кроме того, что у меня потрачены деньги. А нам надо сделать анализ и сделать вывод, да. И чтобы мы сделали следующий шаг. Ну, к тому, чтобы у нас улучшилось наше материальное положение. Вообще, составление личного финансового плана – это такой сложный, многоэтапный вопрос. Нельзя сказать, что вы конкретно делаете конкретный личный финансовый план на 15, 20, 30 или 40, или даже 50 лет. Нет. Сначала необходимо сделать ревизию. Да. Того, что у нас есть. Какие у нас... Вообще, все, что у нас есть, это и есть капитал. Да. И вот что составляет этот капитал? Это наш вот круглый пирог, да. В который у нас ходят, возможно, и машины, и квартира, и дача. И там, возможно, вклады в банки. Все, что у нас есть, это и есть наш капитал. Да. Нам нужно сначала понять, вот сделать эту ревизию. Если у нас какие-то есть вопросы, да, к тому, что у нас не получается, например, накопить. Да. Почему вот. И то, что не нужно, возможно, принять решение и от этого отказаться. То есть это продать и потом уже закрыть какие-то свои потребности финансовые. И учет сам по себе, то есть записывать доходы, расходы, и потом делать анализ. Да. И после этого вот уже можно сказать, что я увидел свои дыры. Я уменьшил, например, кредитную нагрузку, потому что она мне мешала. Я это увидел, когда сделал анализ. И вот после этого я уже готов делать этот свой личный финансовый план. Ну, для личного финансового плана, поскольку это такая сложная задача, и довольно, скажем так, сложно просто на бумаге это все записать, все свои мечты, все свои желания, да, нужно начать хотя бы с малого. Ну, с чего с малого? Это определить какую-то финансовую цель, которая должна быть все-таки ощущаемой, обозримой. Мы должны знать, какая у него цена, и мы должны знать, через какой срок она нам нужна. Ну, то есть я хочу, чтобы у меня, допустим, была крупная покупка, ну, пусть это будет, например, ноутбук, да, я планирую его купить там в следующем году, там в декабре месяце. И вот мы знаем, что хочу определенный ноутбук, определенные модели по определенной цене, и, возможно, эта цена изменится, я примерно буду знать, насколько она изменится, да, и раскидываю свои возможности так, чтобы мне хватило к декабрю месяцу, да, приобрести данный продукт. Вот, пожалуйста, вот образец самого простого такого личного финансового плана именно по одной финансовой цели. На самом деле целей может быть великое множество. Вы как раз упомянули о ревизии имеющейся капитала. Туда говорят, что когда вот есть, предположим, и кредит, и, возможно, и долги какие-то, да, и нет возможности там взять дополнительную работу человеку, и уже, например, на двух работах, но нужно как-то увеличить. И говорят, что первым шагом является вот как раз-таки ревизия того, что у меня есть, посмотреть, проанализировать и, возможно, продать что-то, и таким образом начать чуть-чуть, не то чтобы зарабатывать, а дополнительные средства. Изыскать дополнительные средства из того, что у вас есть. Да, это хороший способ, он действительно может быть эффективным, да, но, кроме того, можно рассмотреть такие вопросы, как, возможно, что вы не оформляли налоговые вычеты. Налоговые вычеты – это, как правило, вот первый шаг к финансовой грамотности, да, если вы это будете делать регулярно, то это еще и способ, скажем, таких накоплений регулярных, да, потому что вы возвращаете то, что вы выплатили в качестве налогов, да, и это, получается, ваша чистая прибыль. Соответственно, эти деньги можно не потратить, а можно их вложить как раз-таки вот в рост, например, да, ну, хотя бы положить их на накопительный счет в банке. Это уже будет работать. То есть это у вас уже та сумма. И это может быть началом вашей подушки безопасности, которая должна быть обязательно. Это должен быть финансовый резерв, который вам пригодится, ну, в случае, там, определенных необходимостей жизненно важных, да, допустим, если сломается стиральная машина или холодильник, да, то вы знаете, откуда вы можете эти деньги взять. То есть такая сумма обязательно должна быть. Это вот из такого, что сразу мне пришло в голову, причем потому что налоговый вычет – это очень важно, и желательно, конечно, пользоваться вот этим своим правом, если нам дается такая возможность. Тем более сейчас, со следующего года будут такие серьезные изменения, да, для нас, и сумма будет увеличена, которую можно будет возвращать, да, и надо этим пользоваться, конечно, несомненно. И еще можно, конечно, пользоваться такими продуктами, как кэшбэк, да, особенно кэшбэк от банка, который предлагает это в виде денег, да, это тоже какая-то вот все равно прибавка, да, ну и пользоваться разнообразными скидками, бонусами, вот это то, что вот я сейчас могу так сказать на вскидку. Конечно, и монетизация хобби может быть, потому что есть какие-то таланты у человека, и он просто этим занимается для души. Ну, возможно, что будут ценители его творчества, которые будут регулярно приобретать его продукты, и тем самым это будет, ну, аналог регулярного какого-то дохода, пусть небольшого, но дополнительного, который будет основой, допустим, для, там, будущего капитала вашего, там, того же финансового резерва или той суммы, с которой вы захотите, например, инвестировать, да, на фондовом рынке. А если мы говорим о случае, когда есть кредит, и хочется начать как раз-таки формировать либо подушку безопасности, либо начать вообще копить на какую-то цель, то здесь мы что должны выбрать? Быстрее закрыть кредиты или все-таки попробовать параллельно начать копить? Это вопрос, на самом деле, не такой простой, почему? Потому что нужно смотреть индивидуально, да, у каждого человека это может быть свой ответ. Например, для вас это может быть ответ, что я буду это делать параллельно, а я, например, для себя решу, что я сначала все-таки закрою кредитную нагрузку, потому что я человек довольно-таки могу быть тревожным, да, и мне, допустим, не нравится лично мне, что у меня есть, допустим, какие-то, ну, кредиты, особенно потребительские, небольшие. Соответственно, скорее всего, я для себя приму решение, что я буду сначала закрывать этот кредит, да, с помощью частичных досрочных платежей, а потом уже буду делать себе накопление. Но параллельно это тоже работает, да, главное, чтобы откладываемая вами сумма была для вас комфортной, чтобы не надо было себя ужимать в чем-то, да, то есть и хватало, например, на небольшое частично досрочное погашение, помимо ежемесячного платежа, да, по кредиту, и чтобы какая-то сумма шла всё-таки на накопление, да, сочетание процента на остаток желательно. То есть стратегия «затягиваем пояса» не самая лучшая? Нет, конечно, потому что это, ну, даже когда мы сидим на диете, да, если мы слишком себя зажимаем в какие-то рамки, у нас всё равно будет, как бы, откат назад, или, значит, мы можем сорваться, да, и то же самое здесь. То есть если мы будем себя зажимать, не будем, значит, не позволять себе никаких маленьких радостей, да, то мы можем в какой-то момент сорваться действительно и начать тратить. Мы этого не планировали, но вот почему-то так случилось. При любых обстоятельствах маленький процент на пункт развлечения, отдых всё-таки должен быть выделены небольшие деньги. Ну, конечно, да, небольшую сумму какую-то вы выделяете и можете себя порадовать. А вот в процентном соотношении эксперты финансовые, как соответствует вообще распределять свой бюджет? Какой процент должен максимально составлять кредитная нагрузка, какие лучше, сколько процентов откладывать? Ну, обычно эксперты рекомендуют, чтобы кредитная нагрузка не превышала 30% от ваших доходов. То есть у вас там какая-то заработная плата, да, которая регулярно приходит, вот от неё вы считаете 30%. Если у вас больше суммы, то вам будет очень сложно. Это возможно, да, и там некоторые выплачивают и там гораздо больше, да, и 50% от ежемесячных своих доходов. Но это очень тяжело, это очень сложно, да, и это всё равно влияет на, как сказать, во-первых, на психологическое состояние. И, конечно, это, ну, идёт огромная переплата по проценту, потому что в этой ситуации будет сложно изыскать средства для частичного досрочного погашения. То есть для того, чтобы сэкономить на процентах и закрыть кредит пораньше. То есть поэтому вот это с этим связано. А нагрузка может быть, конечно, и больше, но желательно, чтобы она не превышала 30%. Что касается денег, которые необходимо откладывать, тут тоже мнения разные, да, вообще рекомендуют 10% того, что вы заработали, сразу же себе отложить, да, то есть заплатить себе 10%. Но опять-таки в ситуации могут быть разные, доход может быть разный, и если это слишком ощутимая сумма, пусть это будет хотя бы 500 рублей, да, пусть это будет какая-то другая сумма небольшая, ну, чтобы она была для вас комфортной, но чтобы вы это делали регулярно и обязательно. Угу. Хорошо. А как начать составлять семейный финансовый план? Ладно, человек определился уже со своим финансовым планом, да, но когда есть партнер, уже семья, то разговор, языки, понимание финансов у партнеров могут быть совершенно разные, потому что в одной семье было принято вот так вот распределять доходы, расходы, а в другой семье так. И, получается, встречаются два человека, начинают ввести семейный бюджет, и могут быть какие-то непонимания. Ну, тут, конечно, необходимо договориться на берегу, да, потому что если у вас и, ну, скажем так, деньги, это такой серьёзный вопрос, который нас окружает ежедневно всю нашу жизнь, значит, с нашего рождения и, там, скажем, до самого последнего момента всё равно это всё касается денег, да. Соответственно, если наш партнёр, значит, придерживается наших же взглядов, да, примерно, то нам, конечно, будет гораздо легче добиваться своих финансовых целей. Но если вы совершенно смотрите полярно, то надо как-то договариваться, да, и тогда у вас может быть такая модель, что какие-то деньги есть, которые вы только сами, да, тратите, но какая-то часть у вас будет общая, и вы уже приходите к этой договорённости. И, исходя из этих договорённостей, вы уже будете составлять свой семейный, да, финансовый план, и обязательно нужно учитывать интересы всех членов семьи. Потому что если у кого-то будет всё-таки какая-то, скажем, ну, какое-то будет недовольство, да, тем, как происходит распределение этого бюджета, то будут какие-то всё равно конфликты. Это же такой серьёзный такой вопрос, который приводит всё-таки, значит, либо ко всему хорошему в семье, ну, либо к каким-то вот небольшим конфликтам, а может быть и даже и большим конфликтам. Потому что здесь обязательно нужно учитывать интересы всех. А что касается, например, вот стратегии, лучше ли в одну кубышку всё, да, как бы вот жена получила, муж получил заработную плату, и начинают уже всё в одну кубышку кидать, либо это всё-таки вот раздельно, что будет эффективнее? Ну, тут тоже вопрос, который как-то перекликается с предыдущим вопросом, да, всё равно необходимо договариваться со своей второй половинкой, да, как лучше для тебя. Если он считает, что и вам доверяет, да, и хочет, чтобы этим занимались вы, значит, вы можете это делать самостоятельно, и тогда у вас будет общая кубышка. Если нет, то вы какую-то часть всё равно выделяете на общее введение бюджета и договариваетесь о том, что на какую-то цель купится, значит, он на какую-то цель купите вы. Вообще, это вопрос очень творческий, да, и вот сколько есть семей, столько и способов, может быть. Это кажется, что есть определённые какие-то общие правила, да, на самом деле каждый может адаптировать всё под себя. Ну, это моё личное мнение. А так, если вот так вот моё личное мнение, да, по моему опыту, ну, чем больше разных норок, тем лучше, да, скажем. У нас обязательно должны быть, там, значит, накопительные счета, значит, в банке, да, с начислением процентов у нас, там, такие депозиты, и там дружественная валюта может быть, да, и на брокерских счетах могут быть и облигации, могут быть и акции, да, может быть и недвижимость. Ну, всё должно быть, да, потому что оно, в общем-то, чем больше диверсифицирован наш капитал, вот наш портфель, вот этот пирог, о котором я говорила, тем лучше. А вы очень много консультируете и по личному финансовому плату, да, и семьи вы консультируете тоже по закрытию кредитов и так далее, как волонтёр. И можете сказать, вот, топ вопросов, по которым обычно люди обращаются? Так, ну, обычно... И какое решение вы советуете? Это проблема, я считаю, ну, по своему опыту, да, и с того, с кем я общаюсь, да, всё-таки многие, которые приходят за консультацией, не могут поставить финансовую цель точно. Вот это самое главное, да. Для того, чтобы составить личный финансовый план, мы должны знать, что мы хотим, ну, хотя бы примерно, да, почему? Ну, потому что план сам по себе, конечно, это бумажка, да, такая, без души, так сказать, да, но сам процесс планирования, он ведь живой. Почему? Потому что он же учитывает все изменения в нашей жизни, да. И мы хотя бы должны примерно, там, раз в определённый период времени садиться и, там, подумать о том, что какой у нас будет план, там, в ближайший год, два, три, пять лет. И вот с этим запросом уже приходить к специалисту. На самом деле мы живём в такой прекрасном веке, когда очень много информации, да, и её можно найти совершенно бесплатно, да, и можно найти в интернете очень много видеороликов, можно найти очень много образцов, там, таблиц, да. Главное, вот, правильно эту информацию найти, потому что множество информации, и можно просто потеряться, пока ты будешь искать что-то полезное, ты можешь найти очень много, ну, скажем так, лишней информации. Вот, и поэтому повышать финансовую грамотность. Получается, садимся, начинаем думать, прописываем конкретную сумму, обновляем эту сумму, да, и конкретика, конкретика и только конкретика. Ну, конечно, да, потому что мы имеем вопросы всё-таки с деньгами, да, и поэтому нам необходимо, чтобы это было что-то конкретное. Ну, не копейка в копейку, конечно, но чёткая какая-то цель, чтобы у нас была, к которой мы должны прийти. И следующий шаг, это, наверное, уже начать анализировать как раз-таки эти доходы, расходы, если мы ранее их записывали, просто так и видели эти цифры. Конечно, да. Я же уже говорила, что когда мы просто записываем, да, констатацию факту делаем, что вот мы потратили столько-то, пришло столько-то, ушло столько-то, это нам ничего не даёт. Нам нужно обязательно сделать какой-то вывод. А этот вывод – это то, что мы нашли какие-то наши финансовые привычки, которые нам не понравились, мы хотели бы это исправить, да, и, значит, допустим, слишком высокая у нас кредитная нагрузка оказалась, больше, чем, как я уже говорила, 30% от нашего дохода. И, зная эти свои проблемы, мы уже начинаем это лечить, вот это решать, да, и, значит, принимаем решение, либо что мы будем сначала закрывать наши кредиты, да, либо мы будем брать рефинансирование, чтобы уменьшить процент нашего кредита, да, либо что мы, значит, себя ограничиваем в каких-то расходах, и в следующем месяце мы, например, сокращаем расходы по данной статье, либо полностью отказываемся от этой услуги. Ну вот, примерно так. И какие бы ресурсы, может быть, сайты, которые помогают по финансовой грамотности, книги, вы бы посоветовали нашим слушателям? Очень много, да, но самое первое, что я бы порекомендовала, это, конечно, ресурс вашей финансы.рф или мои финансы.рф. Это вот то, с чем работают финансовые консультанты, да, это первое. Второе – это сайты любых инвестиционных компаний, которые имеют лицензию Центробанка. У них на сайтах, как правило, имеются калькуляторы, которые помогают вам посчитать, сколько вам необходимо откладывать с учетом инфляции для того, чтобы поставить какую-то финансовую цель и добиться ее, достичь эту цель. И такая есть книга, автор Паранич, вот имя, к сожалению, забыла, да, очень неудобно перед автором, но вот фамилия Паранич и книга «Личный финансовый план». Отлично. Спасибо большое, Светлана, что сегодня посетили нашу студию. Говорили мы сегодня о личном финансовом плане, как начать планировать. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Спасибо. Дорогие друзья, здравствуйте. В прямом эфире для вас программа «Якутск. Сегодня». Мы продолжаем. И хочу назвать наших режиссеров. Это Николай Слепцов-Айдын, Михаил Эверстов. А в нашей студии сегодня мой дорогой, горячо любимый Юрий Семенов, руководитель Николаев Центра, библиотеки, архива первого президента Якутии, научный сотрудник Академии наук Республики Саха-Якутия. Юрий Иванович, здравствуйте. Приветствую вас. Давно не виделись, аж соскучились. Спасибо вам большое, что вы нашли время сегодня прийти в нашу студию. Наши слушатели и зрители знают вас как участника проекта «Соведущий Якутск. Сегодня». Но сегодня вы в качестве гостя. Я этому очень рада, потому что я знаю, когда Юрий Иванович приходит в студию, то наши слушатели, зрители и я вместе с ними, мы узнаем что-то новое и интересное. Думаю, сегодняшний эфир не будет исключением. С вами я, редактор Светлана Вишнякова. Телефоны 32 00 66, 32 11 66. Задавайте свои вопросы или просто наслаждайтесь красивой и грамотной речью, которую сегодня мы услышим от Юрия Ивановича Семенова. Мы выходим по скриптам после Дня России. Но это нам не помешает говорить об этом дне, об отношении к этому дню и к России. Поэтому первый мой вопрос. Что для вас этот день? Как вы его провели? Спасибо большое. После таких комплиментов и большая ответственность грамотно, правильно сказать. Комплименты уже по факту. Это не аванс. Спасибо большое. Ну, необходимо прежде всего сказать, что вчера был на самом деле праздник. Мы друг друга поздравляли. Мы отмечали, хотя несмотря на погоду, которая испытывала нас, на наш характер. Это холодный ветер, северный ветер. Мы знаем, что в некоторых городах были даже снег выпал и так далее. Но, тем не менее, настроение у людей было. Были концерты, были мероприятия, были конкурсы. Самое главное, люди все-таки научились понимать, мне кажется, смысл этого праздника. Мы поздравляли с Днем России, с Днем огромной нашей большой, горячо любимой страны, которая история, которая тысячелетия, первого упоминания России, 862-й год, вернее, русском государстве. Но этот праздник возник не так давно. Он возник, когда появилась декларация о государственном суверенитете современного российского государства. Его начали отмечать этот день и сделали красным днем календаря, как говорили в советское время, выходным днем, придавая большое значение новому этапу становления нашего государства через два года после принятия декларации о государственном суверенитете. Но, тем не менее, сегодня, наверное, этот праздник испытывает немножко другое, содержательный характер, нежели чем тогда. Конечно, для многих, надо честно говорить, правильно говорить, для многих наших соотечественных, может быть, не всегда был понятен этот смысл этого праздника, суверенитет от кого, декларации от кого и так далее, потому что все-таки обрушилось огромное советское государство, которое кормило, поило, одевало, подарило нам грамотность, прежде всего, очень многим народам, тогда как в начале XX века, когда в Российской империи, мы очень многие народы, в том числе наш народ Саха и другие народы, проживавшие в Якутии, вообще назывались инородцами, иными народами, которые фактически не имели права и так далее. А вот Советский Союз уравнял, поэтому для многих это была трагедия, безусловно. Но, тем не менее, жизнь продолжается, все течет, все меняется. Сегодня этот праздник испытывает новое, мне кажется, содержание, новый характер. Мы говорим большой гордостью День России, День нашего Отечества. Почему не должно быть такого праздника? Давайте наполним его другим смыслом, сделаем мероприятие, с которым мы гордимся в этот день. Поэтому в столице нашей республики вручали и государственные награды, и чествовали участников специальных военных операций, волонтеров. Были концерты для детей и юношества, чтобы гордиться. А вот большое Всероссийское общество знаний, с которым мы в том числе дружим, проводило большой марафон, рассказывая о выдающихся исторических личностях. Все-таки и народ историю делает, и эпоху люди. И вот в науке кто был эпохальным, это Михаил Алексеевич Ломоносов, первый русский ученый, академик, Дмитрий Иванович Менделеев, Сергей Павлович Королев, Юрий Алексеевич Гагарин, который он называет. Это культура, балерина Анна Павлова, это Майя Плесецкая, это Галина Вишневская, Дягилевские дни и так далее, и много-много другое. Вот есть чем гордиться. В этот день, наверное, мы должны опираться и говорить, чем мы гордимся. И вот когда мы вспоминаем историческое, вообще мы думали, мы провели определенный опрос, приняло участие более 4800 человек, что такое День России. Конечно, День моего Отечества, День принятия суверенитета, многие писали и так далее. Но были люди, которые не знают, что это за праздник. Очень многие отвечали, это выходной день, и мы пойдем гулять на шашлыки и так далее. Вот, кстати, я хотела, извините, что перебиваю, сказать, что немаленькая часть населения действительно воспринимает этот праздник просто как дополнительный выходной. Тем более лето, да, все равно есть чем заняться на даче или у кого-то там частные дома, провести время с близкими, родными. Я вот как-то больше к этой категории. Да, поэтому я вот призываю нашу интеллигенцию, творческую интеллигенцию, культурную интеллигенцию, научную интеллигенцию, вообще людей не безразличных в судьбе своей страны, к своему обществу, своей родине о том, чтобы все-таки необходима определенная традиция, каноны, чтобы понимали. Мы, например, все знаем, что такое Новый год, 31 декабря, что делать, мы все вместе собираемся, поздравляем, даем подарки. То есть существуют определенные традиции, каноны и так далее. Мы желаем друг другу, чтобы все плохое осталось. Правда, ведь и встречаем Новый год, пусть он будет хорошеный. Хотя календарный – это обычный день, может быть, многие так скажут. Но все верят. И вот с момента 1 декабря все живут в каком-то чуде. Очень многие вещи уходят. И вот это очень важно, чтобы в традициях это было. Вот появление традиций, появление культуры. Поэтому я хочу призывать к тому, что все-таки нам в будущем надо выработать определенную культуру. Давайте подумаем тогда, что для нас День России, что такое Россия для нас. Тогда давайте посмотрим историю. Мы со своими коллегами в Николаев-центре, в Академии наук, очень много думаем, что такое. И очень много задается вопрос. А что? Ну, это прежде всего русский народ. Это Россия. Что подарил народу Саха русский народ? И очень многие называли хлеб. А вы представляете, какое было голодное, холодное время, и посадили пшеницу. Из воспоминаний, из архивных данных, когда говорят, Якут впервые попробовал хлеб, и больше он не смог отказаться от этой вкусной еды. И он делал все, чтобы сеять, посеять этот хлеб. Летом работал бесплатно практически, чтобы ему дали небольшое количество этих зерен пшеницы, ржавца, чтобы он потом зимой мог сделать хотя бы несколько десятков хлеба и так далее. И в годы Великой Отечественной войны, многие другие времена, тяжелые времена. В 90-е годы мы помним. Утром что? Мы встали, хлеб с маслом, хлеб с вареньем, хлеб с маслом, хлеб. И вечером это была большая закуска. Это сейчас многие пытаются нам сказать, что хлеб вредный. И так далее. Я, например, не могу. И по мне, и по лицу, по фигуре видно, что я хлеб очень люблю. Хлеб очень люблю. И вот в этот день, может быть, мы должны в традициях все печь хлеб. Или, может быть, большие магазины и так далее должны хлеб, хотя бы одну буханку хлеба, всем раздавать бесплатно. В знак России, любви, доброты к своему Отечеству. А Отечество – это прежде всего народ свой. Второе. Это, говорят, история. Давайте этот день посвятим истории, гордости и так далее. Вы знаете, Алексей Алексеевич Кулаковский, все-таки духовный лидер народа Саха, в своем одном из школьных произведений написал удивительное произведение, реферат, где он напишет «Правили русские гордиться именем своим». И он очень подробно описал, какие исторические процессы прошел великий многострадальный русский народ. И в конце делает удивительные выводы, что в истории мировой цивилизации не было такого народа, который бы подарил свою культуру другим народам, так заботился о других народах, о малых народах, бережно к ним относился, в том числе и русский народ будет относиться к нам. Он писал, поэтому дружба с ним является спасительной силой для нашего народа в 20-м и грядущих веках. Это удивительный феномен. И он называл выдающиеся личи и Александра Донского, и Невского, и Петра Первого, и многих других, Михаила Васильевича Ломоносова, Карамзина и так далее, которые с большим достоинством всей мировой цивилизации человечество представляет русский народ. Может быть, в этот день нам тоже задуматься, чем нам гордиться? Не только история, а что мы делаем сегодня, чтобы наши будущие поколения гордились нами? Второе. Конечно же, флаг, наверное, в этот день должен появиться, гимны должны, может быть, петься и так далее. Но все-таки это удивительно, что, вот, кстати, наши телезрители смотрят удивительные фотографии. Это музей «Дружба», который есть в городе Нюрба. Я немножко о нем хочу рассказать. Это удивительный музей, он имеет прекрасную историю своего создания. И самый красивый, мне кажется, дизайн делала ее Елена Каган. Этот музей впервые появился в 1974 году, 16 июня. Он был открыт, а в 1978 году он преобразовал Нюрбинский государственный музей «Дружба народов», который сегодня носит имя профессора Ксенофонта Дмитриевича Уткина, доктора философских наук. Это уникальный музей, который в том числе был создан по его идее. Он вот сочетает, в свое время это был четвертый всего лишь на территории Советского Союза государственный музей «Дружба народов», и больше не было. Вот видите, как наш народ относился к «Дружбе народов», понимал, осознавал этот феномен. Еще у нас в Якутии есть Ленский музей-заповедник «Дружба», который в свое время создавал его духовный лидер Дмитрий Кононович Сивцев с Оруном Аллан, и он с большой любовью, когда создавал, он писал о том, что наш заповедник, вот хочу процитировать, да, наш заповедный музей в основном исторического профиля, тема музея локальная, посвященная, как уже было сказано, содружеству русского и якутского народов. Но при этом музей ставит главной своей сверхзадачей, чтобы посетители поняли смысл народной поговорки о том, что все люди – дети одной матери земли, что люди неизвестны от цвета кожи, языка и вероисповедания, все братья и сестры, и что им надо жить, как детям одной семьи, в дружбе и согласии. Я очень надеюсь, что наши режиссеры обязательно покажут фотографии нашего музея дружбы. Это Ленский открытый музей-заповедник, который называется «Дружба». Я думаю, каждый может его посетить. Он находится возле села Сотты, Соттинце у Солданского Улуса. Очень красивое, завораживающее место, которое не случайно было выбрано. Считается, что именно в этой области, вот Дмитрий Коннович Сивцев, вот наши музейные, вот смотрите, наши зрители смотрят, да, красивые фотографии. Там есть и большая якутская уроса, там есть и русские дома, дома купцов, якутская утварь. Все, что связано. И даже есть макет корабля, на котором приехал Семен Дежнев. И есть полный макет, копия Зашиверской церкви, которую в свое время, если не ошибаюсь, академик окладников унес в Новосибирск. Вот она стоит, и внутри она, это действующая церковь, если не ошибаюсь, она была освящена. И можно посмотреть, там иконы, иконостас, все есть. Так что всех приглашаем в этот уникальный Ленский музей-заповедник дружба. Так что у нас в Якутске есть три-два больших музея, которые посвящены этому уникальному явлению дружбы русского и якутского народа, вообще народов. Это первый музей имени ксенофонта Дмитриевича Уткина в Нюрбе. Между прочим, муниципальный музей, очень красивый, прекрасный дизайн. И второй музей – это Ленский музей-заповедник дружба. Здесь совсем недалеко от города Якутск, села Ясоттинце, у Солданского луса. Поэтому всех приглашаю его посетить. Вроде бы не так далеко, да? А наверняка мало кто там был. Не скажите. Да, может быть, мало кто там был, но ежегодно посещают больше, чем 20 тысяч человек этот музей. Это приятно, что посещают. Но посещают в основном весеннее время, когда начинаются шашлыки, когда начинаются гуляния. Как бы заодно. Да. Не моих, а вы заехал. Да, в том числе, да, вот эти санки и так далее. Это интересно. А сейчас мы наблюдаем библиотеку-архив «Первый президент». Это вот третий, в том числе, как музейный комплекс, библиотека. Здесь мы видим полную реконструкцию. Да, полную реконструкцию кабинета первого президента нашей республики. Книги, посвященные развитию республик Саха-Якутия на его современном этапе. Нас тоже посещают в этом году более, уже более 15 тысяч человек посетило. Мы ждем, что более 20 тысяч посетит нашу библиотеку-архив. Здесь есть, в том числе, история вхождения Якутии в состав русского государства, все гербы, флаг нашей республики, первая конституция нашей республики, как создавалась пулька, история гимна, герба, конституции, флага, различные его макеты. Вы знаете, что герб наш, в том числе, имел очень много различных макетов, был большой конкурс и так далее, и так далее. Это все можно ознакомиться здесь. Я после общения с вами очень много узнаю, и вот это к теме того, чем мы можем гордиться. А вот этот вот центр, он находится... В селе Актемце, тоже 50 километров, в Хангаласском Лусе, в селе Актемце, где у нас и Малая Академия Наук есть, и Музей Образования Хангаласского Луса. Поэтому приходите. Это я все к тому, что все-таки мы очень бережно относимся к истории, истории своего края, истории своего народа, истории своей страны. И в этот день, мне кажется, в День России это было очень важно. И мы в Николаев-центре проводили ряд мероприятий, в том числе посвященных к лицам нашей истории, лицам России. Мы очень много уделили внимания Петру Первому. Это «На плечах гигантов»? Да, вот у нас есть проект «На плечах пегагигантов». Он инициирован первым президентом нашей республики, Михаил Фимовичем Николаевым. Название этого проекта произошло от сокращенной цитаты Исаака Ньютона, которую писал Роберту Гуку в 1676 году. Обратите внимание, он писал «Я видел дальше других, лишь потому что стоял на плечах гигантов». Исаак Ньютон имел в виду, что свои научные открытия, большие достижения, которые он сделал в науке, он сделал на основе трудов ученых, предшественников и прекрасное образование, которое он получил в Кембриджском университете. И именно этот замечательный афоризм точно отражает суть этого проекта «На плечах гигантов», что именно прогресс, как и развитие цивилизации в целом, это последовательность достижений, каждая из которых основана на том, что было сделано раньше. И мы хотим, чтобы наше, особенно подрастающее поколение, гордилось своей страной, своими выдающимися людьми и так далее. И мы уже сделали ряд больших мероприятий. Например, самое большое – это посвященное космической теме. В этом году в Якутии посетило четыре различных космонавта. Они были не только в Якутске, не только здесь, но они были и в Дюпсе, в Усалданском улусе, и в Вилюзьке, в Вилюзьском районе они посетили. Так что и у нас в Хангаласском районе были. Поэтому и мы в следующем году также хотим посвятить этой деятельности. Мы сделали встречу с родной племянницей Юрием Алексеевичем, Гагарина, Татьяной, который в своё время тоже со всеми учениками нашей республики. Более чем четырёх тысяч человек посетили это большое мероприятие. Что изменится в жизни у тех, кто шагает вместе с вами? Я думаю, вдохновятся прежде всего на созидательный труд и развитие. Вдохновятся победами. Да, на будущее. О которых вы так подробно и интересно рассказываете. Я благодарю вас, Юрий Иванович, за то, что вы сегодня пришли в нашу студию. Я рада вас видеть всегда и в качестве гостя, и в качестве соведущего. Это просто нектар для моих ушей, для ушей зрителей и наших слушателей. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы так много знаете, и так щедро делитесь такой интересной информацией. Ну и успехов вам, и больше поводов для гордости и вам лично, и вашему замечательному центру Николаевичу. Спасибо большое. А слушателей и зрителей я благодарю за внимание и желаю вам хорошего дня. Спасибо. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч.